сегодня я хочу сделать вот такое плачечко для девочки на три годика рост у нее 95 сантиметров обхват груди вот это все мерочки которые я сняла обхват груди полуобхват груди полуобхват шеи высота полуобхват талии потом высота талии спинки высота талии переда длина изделия длина юбочки вот где-то до 30 сантиметров можно сделать длина плеча длина так ширина переда ширина спинки высота бедра но она нам тут не пригодится в этом платье глубина проймы вот это вот мерка а я не сняла ее можно и рассчитать есть формула расчета но я сняла глубина проймы ширина плана это вот вот это вот расстояние под ручкой тоже нам его нужно снять с помощью линейки длина рукава обхват руки и длина горловины спинки вот она измеряется вот если например шейка вот можно измерить от 7 шейного позвоночника вот сюда до точки как называется выше . плеча или как-то вот вот это в общем вот эта мерочка четыре с половиной сантиметра здесь на степка будет вот такая внизу будет пять слоев получается что тут сборочка сборочка далее сделать это все оборки идет один слой к нему пришивается второй слой второй слой раздваивается на 4 слой а это как бы под юбочник он там тоже будет внизу все это платье будет белое пышное красивое платье с рукавами потом я подумаю может быть еще рукава добавлю пока что вот так здесь будем строить выкройку масштабе масштабе первое мы откладываем строим как обычно прямой угол карандашик ставим точечку 1 и откладываем вниз линию построение как обычно прямой угол так как с этой стороны мы строим спиночку то небольшую такой вот так вот уже нужно резиночка чтобы все точно так взяла карандаш сразу с резиночкой вот так вот надо оказывается делать все без ошибок ничего делать ошибки всячески вот так вот надо аккуратно делать все сразу с первого раза начну и вот откладываем первое от первой точечки назовем ее например и откладываем вниз длину изделия значит мы должны сразу заготовить себе лист бумаги который будет длиннее нашего изделия где-то мы примерно на 10 сантиметров и вот отступив от края бумаги тут сантиметра 4 5 с этого из этого края ну лучше тут побольше отступить наш мы еще будем сейчас на баланс подниматься поэтому здесь давайте отступим к сантиметров 10 ну и внизу тоже метра 2 нужно запас значит где-то 10 если скромно ну если есть много значит побольше итак у меня длина изделия 49 вот отмечаем вот длина изделия теперь сразу же отмечаем глубину проймы мы ее делали глубину проймы я сняла по по мерке меня 13 это глубина проймы которую я сняла по фигуре меня 13 это самые четкие возможно четкие размеры до которые мы снимаем по фигуре но есть а формула к обхвату груди добавляем прибавку может быть от 6 8 сантиметров смотря какое я добавляю сейчас тут на это платье 6 сантиметров на свободу облегания так и у нас тут получается 32 с половиной значит остальные все измерения мы должны делать с учетом вот этой прибавки значит здесь у нас будет 32 как учитель себе исправлю 32 с половиной делим на 3 и добавляем 3 с половиной значит 32 с половиной то нас 10 целых 8 примерно там и 10 целых 8 плюс 3 с половиной у нас получится 14 с половиной по мерке я когда делала на фигуре глубина проймы у меня 13 и тут нужно еще сделать прибавку можно взять прибавку от одного до полутора сантиметров я добавляю один потому что если что я потом вырежу значит тут и откладывание 13 а 14 сантиметров вот 14 глубина проймы так теперь мы откро откладываем по мерочке талию высота талии смотрим длина талии спинки 22 откладываем 22 22 все проводим все вот эти вот линии карандашиком простые вот проводим эти линии сразу можно отложить расстояние провести на полу обхват груди плюс прибавка 32 с половиной 32 с половиной можно уже отложить вот где-то вот здесь будет моя точечка вот здесь давайте чтобы уже вот мне придется вот так вот не по клеточке как говорится плохо видно вот и вот тут талию тоже на такое же расстояние пока до 32 с половиной будет эта . примерно вот здесь и низ изделия вот вниз изделия нас тут будет шире но все равно мы сейчас пока что отложим просто намечу сейчас туре не просто пока что линия подождите куда это ее меч вот здесь на пол клеточки чтобы более-менее была параллельность так ширину спины откладываем мерочку ширина спины мы ее замеряли ширина спинки можно рассчитать опять же по формуле нужно то же самое полуобхват груди поделить на 3 и прибавить при бабочку один с половиной так у меня ширина спины я мерила где-то . ширина спинки меня 21 берем половину это будет 10 с половиной и плюс при бабочка один сантиметр обычно добавляется до полной мерки ну где-то 05 можно прибавить прибавку у меня получится 10 10 с половиной 05 прибавочка значит 11 сантиметров я делаю 11 ну давайте сделаем пусть побольше будет прибавка 12 сделать если без я допустим прибавила 1 сантиметр на полу обхват ну да 21 11 с половиной отложу так вот я хочу побольше при бабочку сделать по спинке чтобы нигде не тянуло и ничего не жало так все вот тут у нас будет . g1 да это по сути у нас уже линия проймы вверх поднимаем перпендикуляр так и теперь мы откладываем глубину пройм я ее измеряла по фигуре у меня 6 но нужно сделать еще прибавку глубине проймы делается прибавка ну где-то где-то да вот смотрите вот сейчас отсюда можно назад отложить ширину переда от часа так и сделаю до ширина переда у меня 20 сантиметров к переду я прибавлю при бабочку один сантиметр точно будет 11 даже можно и полтора прибавить здесь я прибавлю один сантиметр и сделаю ширину переда 11 то есть у нас вот это вот ширина уже заложено вместе с прибавкой так здесь мы можем уже провести нет к ним по детской модели я не делаю вот отступать не отступаю сюда дано взрослых делаем тут у меня будет прямо значит я могу уже здесь провести перпендикуляр вот по этой мерке это у меня полу обхват груди плюс прибавка отсюда мы отложили я отложила так можно отложить глубину проймы до допустим это у меня будет что 6 сантиметров получается и сколько у меня вышло вот 6 сантиметров плюс вышло 4 где-то примерно сантиметра прибавка на свободу облика теперь мы вот эту мерочку сейчас дальше расскажу теперь нас вот это вот тоже можно поставить отсюда перпендикуляр так вот если бы мы откладывали отсюда заложенной прибавка у нас бы получилось прибавка ушла бы наперед на вот эту вот ширину спинки боковой шов сейчас откладываем боковой шов это вот эту вот мерочке кстати боковой шов можно поставить как нам нравится мы можем ближе поставить к переду можем сюда к спинке ближе да как нам выгодно но значит сейчас скажу как это классически делается рассчитываем боковой шов мы можем взять вот эту мерку померить просто линеечкой и разделить на три и отсюда отложить одну треть вот от g1 до g2 до этого скажем так это у нас будет ну давайте g4 тут у нас еще какая-то . будет вытачка значит вот мы можем отложить одну третью от этой мерки это у нас будет 9 с половиной примерно 9 это будет три сантиметра там с копейками да вот это расстояние делим на три и примерно три сантиметра боковой шов мы между можем регулировать как нам нравится по модели тут уже это пока вышел но все-таки он должен быть примерно вот в этом вот в этом промежутке да можно чуть-чуть подвинуть сюда на пару сантиметров можно сюда но это просто как говорится уже какая у нас модель тут мы можем варьировать тут пока что делаем как классический до 30 делим на 3 и третью часть вот от этой точки откладываем сюда это у нас будет точечка поставлю г да давайте g3 чтобы уже не путаться g1 g2 g3 мы дает еще пока не дошли считается что не дошли но мы уже нашли конечно хотя да вот она уже 4 по месяцу пусть будет будет здесь пусть будет g3 но теперь откладывать ширину шейки мы ее мерили по ее в принципе можно тоже рассчитать на рассчитывается по формуле по формуле полуобхват шеи делим на три и прибавляем пол сантиметра да это у нас получится 5 и 2 а я померила по фигуре мне было 4 и 5 но где-то вот такие размеры детские не так и есть где-то вот 4 4 с половиной до 5 вот это примерно детские размеры ширины ростка один так теперь глубина раз данном чертеже мы мерили эту мерку снимали от шейного позвонка так значит мы будем вверх подниматься зря сюда поставим да ладно 1 мы будем вверх подниматься на 1 сантиметр до если бы мы снимали от верхней точки плеча и строили бы сейчас вот эта точка у нас вот здесь значит мы бы опускались тут в данном вот чертеже у меня идет вот эту высоту мы мерили от седьмого шейного позвонка по середине спинки вот в этом месте мы имеем и вот шейка и вот так вот нами так если вы видели вот так вот на мере если бы мерили вот от этой точки значит мы бы сейчас опускались вот уже это все значение имеет как мы делаем все у нас линия и вот проводим плавную линию вот эта линия у нас уже есть теперь мы делаем плечо нахил плеча то есть по-русски когда мы продолжаем вот эту линию вот здесь на пересечении вот этой g1 перпендикуляра и из точечки самой первой которую мы поставили у нас получается . п вот от этой точки вниз откладываем 2 сантиметра для всех размеров до всех размеров 2 сантиметра и это у нас наклон плеча наклон плеча мы делаем вот где мы поднялись на один сантиметр делаем наклон плеча и теперь по вот этой вот точки мы откладываем наших 7 сантиметров плеча откладываем плечо вот по эту линию с прибавочкой получится на при посадочку а то все так теперь тот мы будем по плечу делать при посадку до посадочку здесь мы уже вот тут откладываем бисектрис угла у нас она прямой угол это вот так вот теперь по вот этой бисектрисе мы откладываем для всех раз на два сантиметра здесь у нас вот и делаем соединяем главной линии вот эти все точечки мы вот здесь мы должны были отступить на один сантиметр и вот соединяем красивые плавные линии